всем привет а у меня на обзоре отгадайте что в этой зеленой коробочке вот этот но нейм правильно это новый прицел сразу потихонечку буду так рассказывать вставлять какие-то дополнительные фотографии и соответственно характеристики чтобы как говорится было чуть-чуть побыстрее значит коробочка у нас обыкновенная причем даже что мне очень понравилось даже в описании в описании когда приобретался этот прицел в описании написано упаковка именно зеленая коробка что-то коробка цвета оливы значит такая у нас прокладочка тряпочка для вытирания линзы но нейм но я так понимаю этим ничем я никого не удивлю значит комплекте у нас идет г-образный ключик и пластмассовая я ее называю копейка это вот откручивать для того чтобы ноль выставлять zero стоп дали как там вот он весь наш прицел ребята вот такая коробка покажу ничего особенного но сам прицел это реплика реплика на прицел компании эотеч воду вот такой прицел вот так вот он смотрится он идет комплекте без колечек колечки я уже сюда поставил потому что нам придется его взвешивать и соответственно делать какие-то выводы уже с колечками значит давайте посмотрим что это за прицел во первых это прицел загонник 16 на 24 он в первой фокальной плоскости в 1 а я всегда говорил что первой фокальной плоскости но наверное на любителя но я бы для себя не брал бы загонник первой фокальной плоскости но опять же повторюсь на любителя давайте пробежимся как говорится сверху и потихонечку пойдем значит колпачки хорошо держится но на мой взгляд они здесь лишние я буду сюда откладывать значит здесь у нас идет значок эотеча с двух сторон значит здесь у нас на крышке батарейного отсека написано воду батареечка здесь обыкновенная таблетка 2032 ничего нового вот колечки это колечки мои значит что что еще здесь я бы сказал такое значит смотрите у него очень интересная вот как сказать переменная кратная да то есть здесь такая уже вкручен гвоздь этот винт и грубо говоря когда крутишь ты ты крутишь всю голову с одной стороны удобно потому что когда ты на карабине например да тебе удобно руку положил не надо это колечко выбирать руку положил и крутанул да весь этот массив все мы знаем как бы это не секрет что на загонниках как правило пользуется минимум и максимум да вот то есть минимум мы стараемся увидеть что-то типа коллиматора максимум мы пытаемся выжать все что как говорится можно из этого прицела значит еще раз повторюсь значит кратность меняется вот так 1 и соответственно вот она вся голова крутится до 6 есть один момент насчет колпачка который сказал что он не нужен если мы открываем колпачок на первой кратности да то когда мы начинаем крутить у нас колпачок тоже крутится и он уже становится внизу то есть нам надо будет теперь как-то колпачок этот сделать так чтобы он у нас был как-то как-то так чтобы так это у нас какая кратность 6 значит значит сейчас где-то вот вот так наверное да ну наверное где-то вот так попробуем сделать а вот так вот смотрите вот это 6 кратность а вот это я перевожу на первую кратность но скажите сами нужен ли этот колпачок тут или нет я думаю что он тут тупо не нужен сняли отстройка отстройка диоптрий а здесь вот она и она довольно таки качественная она довольно таки качественная от на мое зрение на мое зрение хватает отстройки диоптрий прям прям запасом значит что еще если мы сейчас выкрутим полностью дадим немножко в обратку и пошатаем шат есть шат приемлем но он минимален но для тех у кого зрение супер на этом можно вообще не обращать внимание интересно сетка будет меняться не а если полностью выкручу я его скажу честно я кольца поставил но я его особо не тестировал так вот не не присматривался к нему да значит очень интересно но не знаю нужно ли для того чтобы здесь включить подсветку сетки мне нужно нажать кнопочку вот я сейчас попробую показать вот здесь вот на вот этой бабушечки вот она сверху кнопочка вот это плюс кнопочка вот это минус кнопочка а это плюс кнопка это включилка и она же выключалка то есть мы ее включаем она у нас включилась загорелась красным значит мы делаем больше или мы делаем меньше в том в том положении которое мы поставили мы потом выключаем это все дело и очередной раз когда вы включать он запомнит именно то положение на котором вы последний раз остановились. Удобно? Наверное, да. Это, знаете, как бывает, что когда вот это вот с обычной крутилочкой, с обычной крутилочкой, здесь нет промежуточных. То есть, если ты поставил, например, пятую подсветку или там третью, тебе для того, чтобы ее выключить, тебе нужно выйти опять на ноль. А есть, которые с промежуточными значениями, то есть щелк, один щелчок. В принципе, достаточно. Ну, что лучше, один щелчок и выключил или это, или это, не знаю, но кнопка, вот послушайте, очень тихое нажатие кнопки, очень четко, адекватно. Так, это, как говорится, на любителя. Внешний вид, ребятки, ну тоже довольно-таки симпатичный, согласитесь. Теперь я не могу не кинуть ложку дегтя, причем такого колоссально мощного. Прям мощную ложку с такой длинной ручкой. Барабанчики водопоправок. Зачем здесь были сделаны такие барабанчики водопоправок? Я всегда говорю, что самый лучший барабанчик, это пристрелял, крышечкой закрутил и забыл. Если надо тебе ввести какую-то поправку, открутил крышечку, ввел поправочку и закрутил крышечку. Защита от дурака, знаете, как я называю. Здесь сделано по-другому. Кто-то может скажет, ее поднять, здесь ничего не поднимается, она не поднимается, то есть она все время крутится, все время крутится. Довольно-таки внятные щелчки и они такие, знаете, приятно тактильная вот эта вот барабашка, она прям с какими-то такими острыми зацепами. Тут можно хоть голыми руками, хоть перчатка, хоть на морозе, тут будет классно. Но эти барабанчики никак не фиксируются, то есть вы его привели к нормальному бою, все, вот вы привели его к нормальному бою. Потом что мы делаем, мы берем вот эту копейку или вот эту пластмассовую копейку, как я называю, выкручиваем вот этот винт, снимаем этот колпачок, ставим на ноль, закручиваем, все. Даже нет вот этой, знаете, как это, поднял и зафиксировал, даже этого нету. И крутануть его вот так, вот просто, вот за одежду, вообще легко. Вот это прям реальный негатив, вот эта штука вызвала негатив. Теперь что касаемо самого прицела, здесь стекла заявлены качество ED, очень хорошая картинка, очень хорошая. Аберрации нет вообще по кругу, ни преломления, ничего, картинка плоская. Айрелив, вот она айрелив, смотрите какой большой. Это кратность у нас, да, единичка. Вот, очень быстро ловится, даже в руке, даже не ставлю на карабин, очень быстро ловится. Очень интересная сетка, то есть, когда у нас идет вот этот круг и маленькая вот эта вот решеточка внизу, вот этот крестик такой маленький, да, в принципе, на вскидку очень здорово, очень здорово. Стенок, столщины вот этих стенок, их практически не видно. Вот есть такие, которые прям толстые, и я вижу какой-то круг, там где-то внутри, здесь этого нету. Вот что касаемо поля, здесь здоровски реализовано. Когда мы вводим на максимум, вот это колечко, которое помогает нам целиться на коротке, оно уходит вообще куда-то, его нету. А по центру сетка с точкой по центру, раз, два, три, четыре, пять, и пять, пять перпендикулярок, или как это называется? По пять штучек, короче, в разные стороны такая получается сеточка. В общем, интересный прицел. Внизу у него тут написано Made in Japan, тролли-вали, код у него тут, маркировка, номер, ну я думаю, что это штамп, это не рабочая тема. Вот. В общем, как прицел классный. Внешний понравился, сетка понравилась. Решение с этим кругом, ну это и этеческая фигня, она просто классная. Значит, включать-выключать вот это, ну, на любителя, ну почему бы и нет, прикольная вот эта выключалка. Но барабанчики, ребят, ну просто, я не знаю, потестим, конечно, но мне кажется, что перебор, реально перебор. Когда ставят на какую-то дальнобойную оптику, вот с такими барабашками, я понимаю это. Там какие-то поправки, здесь какие поправки? Алло, алло, ребята, вы что там курите? Такое запрещенное. В общем, сегодня поздновато выехал. Значит, что мы еще сделаем? Самое главное, самый главный критерий вес. Думаю, что ты хотел сделать? Да, вес. Обязательно. Так. Сейчас я хочу померить его вес, а как мне это сделать? Мне это сделать... А давайте мы его сейчас в пакет засунем, и в пакете мы его взвесим. Потому что вес, который заявлен, это, конечно, все хорошо, но, знаете, самый лучший вес, это который уже с колечками. Потому что, когда заявляют вот это вот, сколько он весит, потом одеваешь кольца и падаешь в обморок. Потому что вес, который ты ожидал... 670 грамм. Это прицел с колечками. Колечки алюминиевые. Колечки не стальные. 670 грамм. Колпачки я снял сразу, я даже не буду с ними взвешивать, потому что, ну, реально это... Ну, они не нужны, ребят, вот честно. Вот лучше сюда натянуть стринги какие-то, да, или какой-то неопреновый чехол, чтобы там на охоте как-то, или на стрельбах его как-то снимать. Но по факту эти колпачки, они не нужны. Передний колпачок у нас закрывает шильдики. Вот, видишь, как бы некрасиво, да, ну, не знаю, мое мнение. А задний закрывает у нас, во-первых, отстройку дептери, во-вторых, у нас крутится вся голова, я повторюсь еще раз, да. Значит, здесь у нас 670 грамм. Что у нас с длиной? Там написано длина вместе с этими колпачками, но мы-то их выкинули. Я сейчас отстройку дептери вкручу полностью и померяем. У нас получается 268 миллиметров. Почти 27 сантиметров. 268 миллиметров. Не, ну, в принципе, в принципе, в общих чертах, согласитесь, довольно-таки симпатичный прицельчик, да. Давайте вот что сделаем. Симпатичный, симпатичный. Это же реплика, это же не оригинал. Даже исходя из того, что я посмотрел, что ровно в 10 раз дороже стоит оригинал. Так себе, на минуточку, да. А с учетом того, что эти стеклышки довольно-таки классные, и чем нас манит вообще реплика именно, да, именно качественная реплика. Ну, понятно, что хочется качественную реплику. Многим хочется, например, вот такой прицел оригинальный, но потянуть такую сумму не может. А вот вот такую реплику, вот с такими вот шильдиками всякими разными, ну, они как-то греют душу, да. Давайте вот что, давайте сейчас я его поставлю, наверное, на свой веприк и попробуем вменяемость кликов. Я повешу на 50 метров, я повешу, значит, какую-то бумажку и буду кликать, и вот так вот мы сделаем, насколько клики у нас будут адекватные. А там посмотрим по времени, если успею, то и сделаю изменение СТП от изменения кратности. Для вас это будет ровно одна секунда, не уходите. Ребят, ну давайте, наверное, нам время позволяет. Сейчас сделаем вменяемость кликов. Значит, стрелять я буду обыкновенным БПЗ ФМЖ 9.4. Здесь у нас написано 1 клик 0.5 МОА. Вы сейчас видите мишень на 50 метров. Горизонтальный лист с черной точечкой. Я буду все время стрелять в черную точечку и буду вводить поправки. Ну, если 1 клик полминуты на сотку, это получается у нас минута 4 клика на 50 метров, да? Давайте сделаем по 20 кликов, будет нормально. Значит, что я делаю? Я сейчас стреляю в черную точечку. Как попал, так попал. Значит, потом я делаю 20 кликов вправо, потом я делаю выстрел. 20 кликов вниз выстрел, 20 кликов влево выстрел и 20 кликов вверх делаю выстрел. Первый и пятый выстрел, по идее, должны совпасть. Ну или где-то быть близко. Делаем поправку на руки, глаза, карабин и тырипыри. Но, по факту, должно быть где-то там. Значит, я сейчас беру 5 патронов, 5 красивых моих любимых патронов с зеленой гильзой. Не знаю почему, какой-то вот к полимерной гильзе у меня какое-то предвзятое отношение. Хотя я сравнивал, там какой-то разницы особой нет. Ну, давайте стрелять. Значит, делаю первый выстрел в черную точечку. Так. Так. Куда-то, короче, попал. Так. Теперь я делаю 20 кликов вправо. Вправо. Вроде не сбился. А может сбился. Что-то мне показалось вроде бы как клик один лишний. Ну ладно. Стреляю опять в эту точку. Да. Интересно, мне по высоте теперь хватит, чтобы у меня выстрелы остались на белом листе. Теперь я делаю 20 кликов вниз. Клики, знаете как, клики четкие, но нет вот такого, знаете, как бы прям такая фиксация. Дынг, дынг. Такие, как бы клики четкие, но я могу сейчас делать так. Но тут же так же на самих барабанчиках есть еще и по высоте. То есть обороты можно считать. Вернее, не считать, а видеть просто. Тут один, три, два, как бы. В этом плане довольно-таки удобно. Ну, блин. Для загонника все равно такое решение, на мой взгляд, спорное. Так, стреляю в черную точку. По крайней мере, пытаюсь. Так, теперь делаю 20 кликов влево. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, влево. И бью опять черную точку. Вот это я, по-моему, дерганул, ребята. Но перестреливать ничего не будем. Все как есть. Так, и теперь мне нужно 20 сделать вверх. Вы знаете, пока, пока прицелом, в принципе, вот как он видит, прям очень мне нравится. Вот только раздражает эта бабушка, вот эта вот водопоправка. А так прям классно. Так, ну что, пытаемся попасть в черную точку. Вот это да. Можно, конечно, сделать еще такой квадрат. Но, я вам хочу сказать, что повторяемость кликов есть, это руки. Это руки, это патроны, это повторяемость кликов есть. Это если бы был станок, то да, да. Вот. Так что все это дело возвращается. Вот что я хочу сейчас сделать. Я сейчас поставлю мишень на 100 метров и сделаю вменяемость, вернее, вменяемость у нас было кликов, сделаю уход СТП от кратности. Это же у нас получается первая фокалочка, да. Я, правда, не знаю, вот на шестой нормально, а вот что касаемо на первой. Ребят, ну попробуем. Я сейчас сделаю так, мишени, чтобы они были по вертикали, наверное, две штуки. Мне так будет легче целиться. Вот. В общем, давайте пробовать. Так, ну у нас уже становится темней. Вот. И вот как раз-таки вот в такое время уже хорошо с подсветочкой. Днем я говорил, что вот в солнечную погоду я пробовал подсветка так себе, да. Но вот в такое время я вам хочу сказать, знаете как, даже вот в это сейчас не ночь, но она прям огнем горит. Хотя, может быть, у меня просто батарейка была дома севшая, а сейчас я поставил новую. В общем, какая у нас задача. Я не буду давать карабину отдыхать. Не буду там его, чтобы он остывал. Там уход СТП у нас. Не уход СТП. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Патрон у нас будет обычный Барнаул 9,4 ФМЖ. Значит, я сейчас сделаю минималку сначала и отстреляюсь в верхнюю мишень. Вы видите это все. А потом сделаю максималку. Заодно посмотрю, как я в мишень в ту отстрелялся. И уже отстреляюсь в другую мишень. Так, ну я вам хочу сказать, что оно если без подсветки... Нет, без подсветки я уже не вижу. А вот, ну не сильно яркую если делать ее, то очень даже неплохо. Давайте попробуем. Значит, я стреляю в верхнюю мишень на минимальной кратности, на единичке. Группу из четырех. Так, четыре выстрела сделал. Теперь мы отводим на максималку и смотрим, что мы настреляли. Ну, я вам хочу сказать, в лист попал. Это радует. Так. Это радует. Сейчас на максималке. А на максималке вообще подсветочка не нужна сейчас. Сейчас все прекрасно. Я прям лицезрею. Ну, давайте на шестой кратности тоже группу из четырех, только уже в нижнюю мишень. Так. Что у нас получается? У нас получается... Знаете, как получается? Получается, что... Получается, что вроде бы как СТП ушло. Незначительно, но ушло. Но! Но! Может быть, я некачественно пристрелял на сотку. В общем, ребята, я вам хочу сказать, что видно на шестой кратности дырочки. Вижу, что я всадил в картон, а не в белое. Вот. Это я тоже прекрасно вижу. Отсутствие полностью аберраций. Минимальный, можно сказать, его почти нету туннельный эффект. Вот я вожу. Вот. Довольно-таки большой релиф. Хорошее просветление. Клики довольно-таки послушные. Сетка, как ни странно... Хотя я не люблю, когда точка посередине, но сетка довольно-таки классная. Классная. Решение с этими кнопочками, ну, как оригинально, я бы сказал так, что включается не крутилкой, а кнопочкой. Это да. Ну, и вот эти бабышки, которые ничем не защищены, это такое. Вот это крутится очень даже удобно и очень быстро. Поначалу мне не понравилось, как бы, да. Но колпачки здесь, естественно, уже не прислюняющие. В общем, как говорится, для первого теста достаточно. Пока прицел нравится, будем его тестить. Я думаю, что в ближайшее время мы ему, как говорится, дадим подхвост по полной и потестим на разных калибрах. На этом я буду с вами прощаться. Не болейте, не кашляйте. Ссылочку на этот прицел, естественно, я подвешу под видео. Подписывайтесь на наш контакт с Яндекс.Зен. Ну, и, как говорится, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok